здорово народ сегодня у нас очередной бух обзор сегодня у нас обзор новинок фруктовые пивасики отечественные от балтики от жигули похоже что они к новогодней теме а по крайней мере балтик точно но и жигули тоже вот они как-то прям под новый год да вот этого все дела выпустили и что хочу сказать если для балтики это все не новинка до балтика 2 было в свое время в 90 с фруктами всякими то жигули первый раз как бы и причем они сразу заскочили с достаточно таким необычным вкусом до соком манго и маракуйи окей ладно мы балтика тоже прикольно порадовала по крайней мере названием дозе балтика зимние темный эль с мандарином что ж я как любитель темного пива в принципе но тем более с мандарином очень любопытно давайте начнем с балтики осмотр у нас баночки дизайн сразу скажу почему-то напоминает мне была такая лимитированная тоже новогодняя версия тубор крисмас брю вот и чем-то мне дизайн вот этот вот синий со снежинками то есть со всяким таким напоминает так значит что у нас тут о алкоголе у нас 6 по 4 и 6 процента по объему по объему объем 045 я наверно отдельно в конце видео то что я так понимаю что здесь на на то же самое все судя по ценнику на другой по этикетке до 045 по поводу 045 я конечно еще раз по бомблю в конце ролика потому что ну ладно окей что у нас тут написано в ваших руках балтика зимняя новый сорт созданный специально для зимних встреч с друзьями насыщенный темный эль с ароматом самого зимнего фрукта мандарина обладает сбалансированным вкусом с легкой кислинкой который дополняется мягкими пряными нотками гвоздики о еще и гвоздика балтика зимний отлично подойдет для зимних вечеров приятной компании окей будем смотреть так что у нас тут по составу значит вода питьевая солд ячменный светлый карамельный ячмень поваренный ароматизатор пищевой апельсин мандарин ну понятно все короче ароматизатор пищевой натуральный гвоздика сок концентрированный из а все-таки сок концентрированный из мандарина хмели продукты кожура цитрусовых плодов вот как то так ладно хорошо окей значит вскрытие а так ну из банки пахнет пьем с мандаринкой окей давайте смотреть так ну я как всегда своем репертуаре намочил стакан он все равно какого-то лешего полный пены окей будем ждать пока стоит собственно пена отстоялась я даже думаем доливать не буду потому что мне еще второе пробовать а мне много нельзя ладно так что у нас по цвету цвет темный янтарный то есть как бы на темное пиво не очень похоже слишком скажем так слишком светлое для темного но с учетом того что там якобы мандариновый сок знаете на самом деле мы же помним правило до что у нас по составу всегда что идет вперед того больше и тут получается что как бы в самом начале у нас попер ароматизатор ароматизатор и только там где-то в ближе к концу сок концентрированный из мандарина ну то есть как бы тут этого сока то возможно не так уж и много по цвету как бы пиво не очень темная вот ладно давайте пробовать во первых на вкус это нифига не темная на вкус как светлая вот больше отдает скорее всего ну какой-то центры до кожурой чем-то таким если я имею ввиду в плане мандарина то есть непосредственно вкуса самого мандарины здесь не очень много то есть он чувствуется но он больше игру больше вот как вот корку знаете я в детстве любил мандарин почистить а потом еще кожуру сжевать и вот-вот надо такая вот немножечко вот они пишут кислинка кислинки нет вообще никакой то есть полностью отсутствует кислинка есть только привкус вот этих вот кожурок мандариновых и гвоздика до определенно чувствуется гвоздика что она здесь есть или чё там корица я уже забыл гвоздика да ну то что такое прянинка есть в принципе в принципе что я хочу сказать знаете на один раз есть смысл я кстати не сказал про цену балтика стоила и покупал в магазине красное-белое 59 90 60 рублей за банку в принципе недорого один раз купить попробовать есть смысл на постоянкой об такой наверно не пил потому что ну вот эти вот пряные такие нотки они конечно прикольные но типа я в принципе пиво-то редко пью далось нам чуть более крепкая вот но вот честно говоря второй раз не куплю но всем рекомендую хотя бы разок попробовать просто посмотреть что это такое вот но опять же не забываем что там химоза все-таки больше то есть не как но не то что химоза да ну просто ароматизаторы идут вперед чем сок а гвоздики как такое вообще нету только ароматизатор от нее но при этом он здесь чувствуется и дает пряную нотку ну вот как то так ладно ребят мою стакан пробуем следующее и также гули бар на и уже кстати подороже брал в ленте тоже 69 короче 70 рублей на чирик подороже чем балтика и честно говоря вообще сначала подумал что это крето они типа выпустили что-то типа крепкой или что я не знаю потому что дизайн банки почему-то мне напоминает балтику девятку ну такой тоже как бог глянцево насыщенный красный цвет на продумать здесь чуть-чуть как бы в развязну но издалека это вот реально вот издалека кажется как будто банк баба балтика девятка вот так давайте значит что у нас тут есть какое-то интересное описание нет то есть они так вот не стали выпендриваться как балтика просто написано нефильтрованная значит манго маракуйя сверху вот еще под банка ближе к крышке да написано соком манго и маракуйи окей хорошо алкоголь четыре с половиной объем 0 45 так то а тут вот единственное что написано так налить взболтать долить зачем ну типа да я помню когда рекламировали балтику не фильтрованную там как раз эту пшеничную восьмерку по телевизору когда еще реклама была была разрешена на спиртного по телеку но там тоже они как-то показывали что там они сначала наливают потом там сбалтывают потом еще доливает я я так и не понял зачем может быть для красивой пены но мне наоборот как бы зачем она пена то ладно пивной напиток кстати обратите внимание не пиво пивной напиток они пишут нефильтрованный осветленный пастеризованные жигули барная манго маракуйя так состав вот очень они мелко пишут еще и на желтом фоне серым цветом но то есть очень плохо читаем а значит вода солод понятно сахар регулятор кислотности лимонная кислота химели продукты регуляторы пищевые натуральные концентрированный манго сок концентрированный сок из маракуйя и все то есть соки вообще в самом конце ароматизатор они даже не расписали то есть просто писали ароматизаторы пищевые натуральные так ну и чрезмерное употребление продукции до вреди это все понятно окей ладно кстати вот когда они пишут пивной напиток очень забавно что-то не пишут на пусть название у них жигули барная то есть барное оно пиво да а тут пивной напиток либо пивной напиток барный нет ладно не буду затягивать давайте вскрывать пробовать так ну из банки естественно сразу пахнет чем-то таким вот знаете как вот как как коктейлем да то есть ну да давайте честно до манго маракуйя достаточно ну скажем так сладкие фрукты поэтому разумеется они будут пахнуть так ну здесь что я хочу сказать достаточно светлый такой светло даже даже такой немножечко в как бы сказать такой ядовито желтый цвет цвет у нас получается плюс она немножечко мутновато я то есть как бы то есть создается эффект что это нефильтрованное пиво да то что нефильтрованное пиво она всегда такой немножко мутненькая да то есть за счет вот этого естественно осадка за счет отсутствия вот этой вот по полной фильтрации вот окей ну я говорю пиво даже не чувствуется в запахе тупо это вот манго маракуйя макий приторно жутко приторно жутко сладко это вот это вот прям четко для девочек вот типа вот этих всяких гаражей с а вот вот из этой серии то есть я понимаю что гараж с от скорее всего тоже что-то отечественное просто закосом под импорт ну вот как бы то тут же гули типа никакой разницы пиво не чувствуется абсолютно вообще никак не в запахе не во вкусе и из-за огромного количества сахара да то есть настолько сладко и приторно что я даже не могу прочувствовать плотность пива на предмет того что реально она нефильтрованная ну ладно хорошо пивной напиток но тем не менее нефильтрованный да вот потому что все забивается сахаром и ароматизаторами это ребят это коктейль для девочек компотик вот до четыре с половиной но типа и 70 рублей ну короче если вы найдете подешевле гараж или там какую интерес уберите их разницы не поймете то есть 70 рублей хотя наверное ясса тоже наверно около 70 стоит я не знаю я про загруппе в редко пил предка покупая поэтому немножко в ценах уже не ориентируюсь я как бы привык что что-то около полтинника да поэтому когда убрал балтику например за 60 рублей да тем более что там специальная серия там со всеми вот этим прибамбас и ну ну ладно 60 рублей это 70 и это просто туфта которую можно купить абсолютно от любой фирмы вот которая вот вот лучше нечто подобное мутит то есть если само по себе пиво жгу ли бар нам такое ну стандартный такой знаете отечественный середняк то есть ничего особенного но и как бы там за 45 рублей банка то есть как бы и недорого и нормально вроде как пить можно то 70 рублей за вот опять же еще раз говорю допустим вот тут уже су например я беру да она хотя бы кисленькая здесь же просто один сахар один сахар это все все свело я игру если любите сладкая да окей если нет не берите опять же вкус манго с маракуйи перемешались в нечто непонятное то есть вроде эти такое ощущение как будто просто как он называется то сок мультифрукт или он на дачно за тропическая смесь да вот бывает вот 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 это вот просто знаете даже не манго маракуйя да такое ощущение что просто мультифрукт туда бахнули до ароматизатора и как бы и все я не знаю насколько реально они туда добавили сок вот проверить это никак не могу в принципе как из палтикой тоже то есть но скажем так что вот это overprice за вообще ничего интересного ничего особенного то есть но такого пива полно то вот балтику я порекомендовал хотя бы разок попробовать да возможно тут тоже все на химикатах возможно тут этого сока три капли вот претензия только в том что здесь что это не темные то есть но не по цвету не не по вкусу это не похоже на темное пиво на темный эль вообще никак вот мандарин чувствуется очень слабо но есть пряность от гвоздичного вот этого ароматизатора поэтому на разок за 60 рублей почему бы нет вдруг вам понравится будете покупать я просто не знаю на этот специальная серия она навсегда пришла или они сейчас это вот новогодние праздники пройдут и все и снимут производства возможно я просто не знаю поэтому как бы как бы поспешите вот общий вердикт ну не умеют у нас пока ребята вот делать подобное пиво потому что свое время у меня приятель валентин когда держал свой пивной магазин у него был там всякий крафт вот там реально то есть там если ты берешь там пиво с ананасом то ты и пиво чувствуешь и ананас то есть ну это это качество да то есть там понятно люди заморачиваются над технологией над ингредиентами там над их соотношением технологии там вот этой всей здесь просто бахнули ароматизатора возможно капнули сока вот сюда что сюда и все как бы и как бы в масс-маркет вот ну и конечно же претензия к объему я уже не раз бомбил 045 ребят 50 грамм это 10 процентов от банки пива на полноценный 05 да вот возьмет человек бокал свой любимый 05 но у меня просто вот маленький 03 из макдака кстати теперь эксклюзив потому что теперь такой уже просто так не купишь только если день на вид в 3 дорога вот 8 если бокал был 05 ты такой весь вылил его а у тебя не дали ну ёкарный бабай ну блин я уже не раз говорил я прекрасно понимаю для чего это было сделано это было сделано чтобы удержать розничную цену цену более-менее ну так на стабильном уровне но получается что вы таким образом по сути все равно украли у людей сделайте вы 05 акт к цене там добавьте эти самые там сраные 10 15 20 процентов к цене да но зато хотя бы люди будут получать свою там положенную ему пол-литру до за те деньги которые они платят а так получается ты вроде купил там за 50 рублей банку пива там не долив и это неприятно вот с баклажками кстати тоже сейчас стало так то есть есть там баклажки я даже видел один и два то есть она выглядит как полтора вроде не литр и не полтора до 1 и 2 и литровики видел 095 то есть вот они вот этим вот вот мелочностью вот это вот конечно отталкивают очень неприятный момент вот ну да ладно сейчас все так делают поэтому конкретно поэтому пиво не будут претензий предъявлять в так в целом побомбел да еще хотел немножечко буквально вкратце напомнить о том что у меня есть телеграм-канал ссылка на него всегда есть под видео я уже не раз говорил что как бы мне по барабану подпишитесь вы или нет просто меня не было четыре месяца на канале вот и те кто был подписан телегу знали почему и как бы и анонсировал что ближайшее время там что-то начну выкладывать а те кто не подписался те не в курсе поймите я ничего не заработаю там от того что вы подпишитесь или не подпишитесь да просто мне удобнее всего общаться с аудиториями на через telegram потому что все остальные соцсети мне не подходят до одну заблокировали вторую перед перекупили я теперь работает криво мне это не нравится поэтому пока что приходится через telegram все это дело оповещение и через youtube кстати тоже стало неудобно потому что из-за из-за различных блокировок частичных до youtube а там иногда фотки не отображаются еще чего-то плюс вот эти вот сообщения они видны только тем кто с телефона сидит там или с планшета то есть через приложение youtube то есть если сидишь через браузер то ты как бы ты их не видишь они отображаются в ленте и как бы опять же люди не читают поэтому если вам интересно какие-то актуальные новости если вам интересно со мной пообщаться welcome telegram я там всем отвечаю пожалуйста там там не в форме чата да то есть но вы можете там под ближайшим постом там что-то написать что-то спросить я всем все отвечаю что ж ребята вот такой вот выпуск у нас сегодня получился если он вам понравился не забывайте ставить на канал подписываться на лайки обязательно пишите ваши колокольчики и нажимайте на комментарии чтобы не пропускать новые видео вроде не сильно упоролся ничего не перепутал всем пока